Глава 4. История человека с лысиной Глава 4. История человека с лысиной Глава 4. История человека с лысиной В этом мрачном доме она походила на бриллиант чистой воды в медной оправе. На окнах шелковые занавеси, гобелены, картины в тяжелых рамах, восточные вазы. Ковер на полу был в янтарных и черных тонах и такой толстый, пушистый и мягкий, что ноги утопали в нем по щиколотку, как в мху. Поверх ковра были брошены две большие тигровые шкуры, которые вместе с огромным кальяном, стоящим в углу на подстилке, создавали в комнате ощущение восточной роскоши. На почти невидимой золотой проволоке в центре комнаты висела серебряная лампа в виде голубя. Она горела, наполняя комнату тонким легким ароматом. — Мистер Тадео Шелта, — проговорил маленький человечек, все так же дергиваясь и улыбаясь. — Так меня зовут. Вы, конечно, мисс Морстон. А эти джентльмены? — Мистер Шерл Холмс и доктор Уатсон. — Доктор! А! — воскликнул человечек, явно обрадованный. — А у вас есть с собой стетоскоп? Можно ли попросить вас об одном одолжении? Не будете ли вы столь любезны? — У меня, видите ли, существует подозрение, что мой митральный клапан не в порядке. — Насчет аорты я не беспокоюсь, но вот митральный клапан, я бы хотел узнать ваше о нем мнение. Я выслушал его сердце, но не нашел никаких отклонений от нормы, если не считать того, что человечек был чем-то до полусмерти напуган. Его трясло с головы до ног. — Митральный клапан в порядке, — сказал я. — У вас нет причин тревожиться. — Вы должны извинить мне мою тревогу, мисс Морстон, — голадно сказал человечек. — Я великий страдалец и уже давно подозреваю с моим митральным клапаном что-то неладное. И счастлив слышать, что мои подозрения беспочвенные. Если бы, мисс Морстон, ваш отец щадил свое сердце, он был бы все еще жив. Я чуть не дал ему пощечину, так разозлил он меня своим грубым и бесцеремонным прикосновением к столь деликатному предмету. Мисс Морстон села, лицо ее побледнело, так что даже губы стали белые. — Я сердцем чувствовала, что моего отца нет в живых, — проговорила она. — Я вам все объясню, — сказал человечек. — Больше того, я исправлю причиненную вам несправедливость. Я обязательно это сделаю, чтобы не говорил мой брат Барталамью. — Я очень рад видеть у себя ваших друзей не только как ваших телохранителей, но и как свидетелей всего, что я сегодня собираюсь сказать и сделать. Мы трое в состоянии оказать решительное сопротивление брату Барталамью. Но пусть не будет свидетелей, ни полиции, ни понятых. Мы все хорошо уладим между собой, не вмешивая никого постороннего. — Ничто так сильно не может рассердить брата Барталамью, как огласка, — сказал человечек и сел на низкую софу, вопросительно прищурив на нас свои близорукие водянистые голубые глаза. — Что касается меня, — сказал Шерлок Холмс, — то готов вас заверить, все вами сказанное дальше меня не пойдет. Я в знак согласия кивнул. — Ну и прекрасно. Позвольте предложить вам рюмку к янте, мисс Морстон. Или, быть может, такайского? Других вин я не держу. Прикажете открыть бутылку? — Нет? — Тогда, я надеюсь, вы не станете возражать, если я закурю. — Вас не обеспокоит табачный дым легкий бальзамический аромат восточного табака? — Я немного нервничаю. — А мой кальян — несравненное успокаивающее средство. Он приладил к большому сосуду трубку и дым весело забулькал в розовой воде. Мы сидели полукругом, вытянув головы и уберев подбородки в ладони, а странно дергающийся человечек с блестящей куполообразной лысли сидел в центре и нервно курил кальян. — Решив послать вам это приглашение, — сказал он наконец, — я мог бы, конечно, просто написать в письме мой адрес. Но я побоялся, что вы оставите без внимания мою просьбу и пригласите с собой не тех людей. Поэтому я позволю себе назначить вам это свидание у театра с моим слугой Уильямом, которому полностью доверяю. Ему были даны инструкции, что если он что-нибудь заподозрит, пусть едет домой один. Вы простите мне эту предосторожность, но я человек, склонный к уединению и, если можно так сказать, утонченный. А ничего более прозаического, чем полиция, нет. У меня инстинктивное отвращение ко всяким проявлению грубого материализма. Я редко вступаю в соприкосновение с черью. Как видите, я живу окруженной самой изысканной обстановкой. Я могу назвать себя покровителем искусств. Это моя слабость. Пейзаж на стене — подлинный коро. И если знаток мог бы, пожалуй, оспаривать подлинность вот этого Сальватора Роза, то насчет вон того бугро не может быть и сомнения. Я поклонник современной французской школы. — Простите меня, мистер Шолта, — сказала мисс Морстон. — Я здесь по вашей просьбе. Вы хотели что-то рассказать мне. Сейчас уже очень поздно, и мне бы хотелось, чтобы наш разговор был как можно короче. — Но он все-таки займет у нас какое-то время, — ответил наш хозяин. — Ибо мы без всякого сомнения должны будем поехать в Норвуд к моему брату Бартоломил. Мы поедем все вместе и попытаемся одолеть его упрямство. Он очень сердит на меня за то, что я повел дело так, как считаю наиболее справедливым. А вечером мы с ним сильно поспорили. Вы не представляете себе, каким ужасным бывает мой брат, когда сердится. — Если вам предстоит ехать в Норвуд, так не лучше ли отправиться немедленно? — осмелился предложить я. Человек рассмеялся так, что у него покраснели уши. — Ну... Ну нет, это вряд ли получится! — воскликнул он. — Я не знаю, как мой брат воспримет наш приезд. Поэтому я должен сперва приготовить вас, объяснить, в каких мы стоим отношений друг к другу. Прежде всего, я должен заметить, что в этой истории имеются моменты, которые для меня самого остаются тайной. Стало быть, я вам расскажу не все, а только то, что известно мне самому. Мой отец, как вы уже догадались, майор Джон Шолта, служивший некогда в Индии в колониальных войсках. 11 лет назад он подал в отставку, вернулся в Англию и поселился в усадьбе Пончери Лодж в Аббер-Норвуде. В Индии он распогател и вернулся домой с богатой коллекцией восточных редкостей и целым штатом туземных слуг. Таким образом, он смог купить себе дом и зажил окруженной роскошью. Других детей, кроме меня и моего брата-близнеца Бартоломью, у него не было. «Я очень хорошо помню, какие чувства вызвало у нас исчезновение капитана Морсона. О том, что он исчез, мы узнали из газет, а так как капитан Морсон был другом нашего отца, мы с братом обсуждали происшествие в его присутствии. Он обычно присоединялся к нам и гадал, что же в действительности произошло. Мы не на один миг не подозревали, что тайна исчезновения капитана похоронена в его груди, что из всех людей ему одному была известна судьба Артура Морстона. Но мы, однако, знали, что какая-то тайна тяготеет над нашим отцом, какая-то несомненная опасность угрожает ему. Он очень боялся выходить один, и в качестве привратников в Понтшери Лодж всегда держал бывших профессиональных боксеров. Уильям, который привез вас сегодня, один из них. Он был когда-то чемпионом Англии в легком весе. Наш отец никогда не говорил нам, чего он боится, но из его поведения было ясно, что он смертельно боится людей на деревянной ноге. Однажды он выстрелил из пистолета в человека на деревяшке, который оказался всего-навсего безобидным торговцем. Чтобы замять дело, отцу пришлось заплатить большие деньги. Мы с братом склонны были считать это простой причудой отца, но последующие события заставили нас изменить мнение. В начале 1882 года мой отец получил из Индии письмо, которое как громом поразило его. Он чуть не лишился сознания, когда распечатал его утром за завтраком. И с того дня до самой смерти он так и не отправился. Что было в том письме, мы так и никогда и не узнали. Но когда он держал его, я успел заметить, что это была скорее коротенькая записка, кое-как нацарапанная. Наш отец уже много лет страдал хронической нервной болезнью. Теперь же состояние его резко ухудшилось, он стал на глазах слабеть, и в конце апреля врачи предупредили нас, что надежды на выздоровление нет. Нас позвали к отцу. Он хотел сказать нам свое последнее слово. Когда мы вошли в комнату, отец сидел на постели в подушках и тяжело дышал. Он попросил нас запереть дверь на замок и подойти к его постели с обеих сторон. Взяв на собой их за руки, он заговорил голосом, надломленным волнением и болью. И мы с братом услыхали поразительное признание, которое я попытаюсь воспроизвести дословно. «Есть только одно», — начал он, — «что тяготит мою душу в эту торжественную минуту. Это несправедливость, которую я допустил по отношению к бедной сироте дочери Морстона. Проклятая жадность, которая была неотступным пороком всю мою жизнь, лишила ее сокровищ, по крайней мере той их части, которая по справедливости принадлежит ей. Но и я сам ни на что не употребил их, так слепа и глупа алчность. Самое чувство владения сокровищами так было приятно мне, что я не мог ни с кем поделить их. Видите жемчужные четки рядом с пузырьком хины? Даже с ними я не могу расстаться, хотя я и вынул их специально, чтобы послать ей. Вы, мои сыновья, должны будете отдать предлежащую ей часть сокровищ Агры. Но ничего не отдавайте, даже эти четки, пока не закроете мне глаза. Ведь бывало, что человек стоит одной ногой в могиле и все-таки остается жив. «Я расскажу вам, как умер Морстен», — продолжал он. «Много лет он страдал болезнью сердца, но скрывал это от всех, кроме меня. В Индии мы с ним, благодаря удивительному стечению обстоятельств, стали обладателями огромного богатства, которое я, выйдя в отставку, увез в Англию. Скоро вернулся в Англию и Морстен, и в день возвращения явился ко мне за своей долей. Со станции он пришел к Пандишери Лодж пешком. Его впустил мой преданный слуга, старик Лал Чавдар, которого уже нет в живых. У нас с Морстеном ушли ссоры из-за того, как поделить сокровища. Морстен в приступе ярости вскочил со стула, лицо у него вдруг почернело. Он прижал руку к сердцу, упал навстречу, ударившись головой об угол ларца, в котором хранились сокровища. Когда я нагнулся над ним, то к ужасу своему обнаружил, что он мертв. Долгое время я оставался в растерянности, не зная, что делать. Первым моим побуждением было, конечно, позвать на помощь, но я понимал, что имеются все основания подозревать меня в убийстве. Смерть в момент ссоры, глубокая рана на голове – все это было против меня. К тому же официальное расследование неминуемо занялось бы сокровищами, а у меня были веские основания никого не посвящать в их тайну. Морстен сказал мне, что ни одна душа на свете не знает, куда он поехал, и я стал склоняться к мысли, что нет надобности, чтобы хоть одна душа узнала это. Я все еще пребывал в полной растерянности, как вдруг, подняв голову, увидел в дверях моего слугу Лал Човдара. Он неслышно скользнул в комнату и сапер за собой дверь. «Не бойтесь», – Сагиб сказал он, – «никто не узнает, что вы убили его. Спрячем его подальше и концы в воду». «Но я не убивал», – запротестовал я. «Я все слышал», – улыбаясь, покачал головой Лал Човдар. «Я слышал, как вы ссорились, слышал звук Утара. Но на губах моих печать молчания. Все в доме спят, давайте вместе унесем его». «Я решился. Если мой собственный слуга не верит мне, как можно рассчитывать, что в твою невиновность поверят двенадцать глупых торговцев в камере присяжных?» «К ту же ночь мы с Лал Човдаром спрятали тело, а через несколько дней все лондонские газеты были заполнены сообщениями о таинственном исчезновении капитана Морстона. Из того, что я рассказал вам, вы видите, что меня в сущности не в чем винить. Но я скрыл тело капитана, а сокровища, принадлежавшие нам обоим, стал считать с того дня своей неразделенной собственностью. Поэтому я хотел бы, чтобы вы, мои сыновья, восстановили справедливость. Наклонитесь ко мне поближе, к самым губам. Сокровища спрятаны». В этот момент лицо его страшно исказилось. Глаза чуть не вылезли из орбит, челюсть отвисла. И он закричал голосом, которого я никогда не забуду. «Не пускайте его! Ради всего святого не пускайте!» Мы оба всклинули в окно, куда был устремлен его взгляд. Из темноты на нас глядело лицо. Был хорошо виден побелевший нос, прижатый к стеклу. Лицо, налитое злобой, до бровей заросло бородой, глаза смотрели угрюбы и жестоко. Мы с братом бросились к окну, но лицо исчезло. Когда мы вернулись к изголовью отца, голова его поникла. Пульс перестал биться. В ту ночь мы обшарили весь сад, но никаких следов точного вторшения не нашли, кроме отпечатка одной ноги на цветочной клумбе, как раз под самым окном. Если бы не этот единственный след, мы могли бы подумать, что то дикое, полное злобы лицо – плод нашего воображения. Однако очень скоро мы обнаружили еще и другие, значительно более осязаемые признаки, что против нас действуют какие-то таинственные силы. Каждый утром окно в спальне моего отца оказалось распахнутым, шкафы и сундуки перерыты сверху донизу, и на его письменном столе приколот обрывок бумаги, на котором было нацарапано знак четырех. Мы так и не узнали, кто был наш таинственный посетитель и что означают эти слова. Насколько мы могли судить, ничего из вещей отца не пропало, хотя все было перерыто вверх дном. Вполне естественно, что это ночное посещение мы с братом связались с теми страхами, которые всю жизнь преследовали отца. Но кто это был, до сих пор остается полнейшей загадкой. Человечек замолчал, раскурил погаший кальян и несколько секунд глубокомысленно пускал дым. Мы все с неослабленным вниманием слушали его в высшей степени удивительное повествование. Во время короткого рассказа о смерти отца, мисс Морстон побелела, как мел, мне даже на миг показалось, что она упадет в обрак. Но, выпив воды, которую я налил из графина, венецианского стекла, стоявшего в углу на маленьком столике, она поборола волнение. Шерлок Холмс с отсутствующим выражением лица сидел, откинувшись в кресле. Из-под опущенных век было видно, как блестят его глаза. Я посмотрел на него и не мог не вспомнить, что только сегодня он горько жаловался на скуку и однообразие жизни. Теперь, по крайней мере, он получил проблему, разрешение которой потребует напряжение всех его удивительных способностей. Мистер Тадео Шолд поглядывал то на одного из нас, то на другого, явно гордясь впечатлением, которое произвел его рассказ. Попыхивая своей непомерно длинной трубкой, он продолжал. Мой брат и я, как вы можете догадаться, были весьма взволнованы рассказом отца о сокровищах. В течение нескольких месяцев мы перерыли весь сад метр за метром и ничего не нашли. Мысль, что отец умер в тот самый миг, когда с уст его были готовы сорваться слова, которые сделали бы нас обладателями несметных сокровищ, могла свести с ума. О размерах богатства мы судили по жемчужным четкам. Относительно этих четок у нас с братом возникло небольшое недоразумение. Жемчужины были, по всей видимости, очень дорогие, и он не желал с ними расставаться, унаследовав между нами, говоря, частично отцовскую слабость. Кроме того, он полагал, что если еще кто-нибудь узнает об этих четках, то пойдут всякие сплетни, и тогда нам не миновать беды. Мне удалось только убедить его разыскать адрес мисс Морстон и посылать ей через определенное время жемчужины по одной, чтобы, по крайней мере, избавить ее от тушты. «У вас доброе сердце!» Мисс Морстон с признательностью посмотрела на рассказчика. Это был великодушный поступок. «Но ведь все мы были все равно, как ваши опекуны!» Энергично замахал руками человечек. «Так, по крайней мере, считал я. Но брат Бартоломью никак с этим не соглашался. У нас было много денег, и я был доволен тем, что мы имели. Вести себя так низко по отношению к молодой девушке – это дурной тон. «Ле мове го мэн о крим». Дурной тон ведет к преступлению. Как элегантно выражать французы подобные мысли. Наше расхождение зашло так далеко, что я предпочел поселиться отдельно. Так я и покинул Пандишери Лодж, взяв с собой старого слугу индуса и Уильяма. Но вчера я узнал, что произошло событие огромной важности. «Обнаружен тайник, где спрятаны сокровища. Я немедленно дал знать мисс Морстон, и теперь нам остается только отправиться в Норвуд и потребовать свою долю. Вчера вечером я сказал брату Бартоломью, что написал мисс Морстон. Так что незваными гостями мы не будем. Хотя и желанными тоже. Мистер Шолт умолк, он сидел на своей роскошной софе и подергивался. А мы, не проронив ни слова, размышляли о том неожиданном обороте, который получило это таинственное дело. Первым вскочил на ноги Шарлок Холмс. «Вы правильно вели себя, сэр. От начала до конца», — сказал он. «Мы постараемся приоткрыть завесу над всем темным, что есть в рассказанной вам истории, и этим отблагодарить вас». «Но как только что сказала мисс Морстон, уже поздно, и нам лучше всего взяться за дело без промедления». Наш новый знакомый очень аккуратно отвернул трубку с кальяна и достал из-за занавески длинное пальто, отделанное тесьмой, с каракулевым воротником и манжетами. Он застегнулся сверху донизу на все пуговицы, хотя вечер был теплый, даже душный, и нахлобучил на голову кроличий треух, так, что боковые клапаны плотно закрывали уши, оставив острую подвижную мордочку. «Здоровье у меня хрупкое», — объяснил он нам, идя к выходу. «Я вынужден соблюдать строгий режим». Кэп ждал нас у ворот. Программа была, по-видимому, составлена заранее. Не успели мы расположиться внутри, как лошади тронулись и помчались. Тогда ушел, кто трещал без умолку, его резкий высокий голос заглушал стук колес. «Бартоломью умная голова!» «Как вы думаете, он отыскал ларет сокровищами?» Он пришел к выводу, что раз ларца нет снаружи, он должен быть где-то в доме. И он перемерил все комнаты, все коридоры и чуланы, не оставив невымеренными ни дюйма. Оказалось, что высота всего дома 74 фута. А если взять отдельную высоту комнат, расположенных одна над другой, и сложить, и еще прибавить толщину перекрытий, которые он вымерил, просверлив сквозные отверстия, то окажется, что общая высота равна не более 70 футов. Значит, куда-то исчезли целых 4 фута. Было ясно, что их надо искать наверху. Тогда мой брат пробил дыру в потолке комнаты верхнего этажа. И там, как и следовало ожидать, оказался еще один крошечный чердак, который был замурован. И поэтому о нем никто не знал. Посередине чердака на стропилах стоял ларец с сокровищем. Согнувшись с липогибели, Бартоломью вытащил его через дыру и открыл. В нем оказалось драгоценностей на сумму не менее полумиллиона фунтов стерлингов. Услыхав такую цифру, мы все широко раскрыли глаза. Мисс Морстон, если нам удастся отстоять ее права, из бедной компаньонки превращалась в одну из самых богатых невест Англии. Без сомнения, всякий настоящий друг должен был бы обрадоваться, услыхав такую новость. Но я к своему стыду должен сказать, что сердце мое налила свинцовая тяжесть. Я пробормотал, запинаясь несколько поздравительных слов, и мрачно уставился в пол, не слушая дальнейших разглагольствований нашего нового знакомого. Он был типичнейший ипохондрик, и я, как сквозь сон, слушал бесконечные перечисления симптомов его болезни и нескончаемые мольбы объяснить его состав и действия многочисленных шарлатанских снадобий, которые он всюду возил с собой в кожаном футляре. Я уповаю только на то, что он не запомнил мои советы, которые я дал ему в тот вечер. «Олмс утверждает, что он слышал, как я предупреждал его, ни в коем случае не принимать более двух капель касторового масла, поскольку это очень опасно, и настоятельно советовал в качестве успокаивающего средства в больших дозах стряхни. Как бы там ни было, но я почувствовал облегчение, когда наш кэп рывком остановился, кучер спрыгнул с козел и открыл дверь. «Это, мисс Морстон, и есть Пандишери Лодж!» — сказал мистер Тадеуш, подавая ей руку. Глава пятая. Трагедия в Пандишери Лодж. «Было около 11 часов, когда мы достигли этого последнего этапа нашего ночного путешествия. Мы оставили позади сырой туман большого города. Здесь же, в деревне, ночь была суха и тепла. Западу дул теплый ветерок, тяжелые тучи медленно ползли по небу. В разрывы иногда выглядывал месяц. Было довольно светло, но Тадеуш Шолту снял с кэба дорожный фонарь и пошел с ним вперед. В глубине парка стоял дом, обнесенный очень высокой каменной стеной, верх которой был усыпан битым стеклом. Попасть внутрь можно было только через узкую, окованную железом дверь в стене. Наш спутник как-то по-особенному постучал, как иногда стучат почтальоны. — Кто там? — спросил из-за двери грубый голос. — Это я, Макбурда! Пора бы еще научиться узнавать мой стук! Послышалось ворчание, затем звяканье и скрежет ключей, и дверь тяжело повернулась на петлях. На пороге стоял низкорослый, с могучей грудью человек, желтый огонь его фонаря освещал выдвинутое вперед лицо и недоверчиво блестевшие глазки. — Это вы, мистер Тадеуш. А это кто с вами? Я не получал никаких распоряжений от хозяина насчет ваших гостей. — Никаких распоряжений! Вы меня поражаете, Макбурда! Я же говорил моему брату вчера вечером, что со мной приедут мои друзья. — Хозяин сегодня весь день не выходил из своей комнаты. Вы и сами очень хорошо знаете наши строгости. Вас я могу впустить, но ваши друзья, они пусть подождут вас снаружи. Это было неожиданное препятствие. Тадеуш Шолта смотрел на стража, растерянный, беспомощно. — Это очень нехорошо с вашей стороны, Макбурда! — пролепетал он. — Я отвечаю за них. Вам это должно быть достаточно. — С нами, к тому же, молодая девушка. Ей неприлично оставаться в такой час на проезжей дороге. — Очень сожалею, мистер Тадеуш, — ответил неумолимый страж. — Гости могут быть с вашими друзьями, но не другами моего хозяина. Мне хорошо платят, чтобы я хорошо исполнял свои обязанности. Я хорошо их исполняю. — Я не знаю этих людей. — Да нет же, Макбурда, знаете, — вдруг добродушно проговорил Шерлок Холмс. — Я не думаю, чтобы вы забыли меня. Помните любителя боксера, с которым вы провели три раунда на ринге Алисона в день вашего бенефиса четыре года назад? — Уж не мистера ли Шерлока Холмса, я вижу, — воскликнул боксер. — Ха-ха-ха, а ведь он сам и есть. Как это я сразу вас не узнал? Вы не стояли бы здесь с таким тихоней, а нанесли бы мне ваш знаменитый встречный удар в челюсть. Я бы тогда сразу узнал вас. Да что и говорить, вы из тех, кто сорвает таланты в землю. А то бы далеко пошли, если бы захотели. — Ха-ха-ха-ха, видите, Ватсон, если моя профессия никому не будет больше нужна, у меня еще есть в запасе мои любительские таланты, — сказал, смеясь, Холмс. — Наш друг, я уверен, не станет дольше держать нас под открытым небом. — Входите, входите, сэр, и вы, и ваши друзья, — отвечал привратник. — Очень сожалею о происшедшем, мистер Тадеуш, но порядок есть порядок. Я должен быть абсолютно уверен в ваших друзьях, чтобы впустить их в дом. За каменной стеной через пустынный парк шла усыпанная гравием аллея. Дом был весь в тени, кроме одной стены, залитой лунным светом. Наверху в ней поблескивало окно. От этого огромного мрачного дома, погруженного в тишину, становилось жутко. Даже привычному Тадеушу было не по себе. Фонарь дрожал и поскрипывал в его руке. — Ничего не понимаю, — бормотал он. — Здесь какая-то ошибка. Я же ясно объяснил Бартоломью, что сегодня вечером мы будем у него. — А в его кабинете почему-то нет света. — Не понимаю, что бы это могло значить. — Он всегда так строго охраняет свой дом? — спросил Шерлок Холмс. — Да, это заведено еще моим отцом. Бартоломью был любимчиком, и мне иногда казалось, что отец рассказывает ему больше, чем мне. — Вон, видите освещенное луной окно? Это кабинет Бартоломью. — Но в нем, по-моему, темно. — Да, темно, — сказал Шерлок Холмс. Но в маленьком окошке у входа как будто горит свет. — А, это комната экономки. Мисс Бёрстон, наша старая экономка, там обычно проводят вечера. Она-то все и объяснит нам. Не согласитесь ли вы несколько минут подождать меня здесь? Если мы войдемся сразу, то миссис Бёрстон испугается. Она ведь не ожидает нашего вторжения. — Тише. — Что это? Он поднял дрожащей рукой фонарь, и вокруг нас запрыгло и закачалось пятно света. Мисс Морстон схватила меня за руку. Мы все трое остановились с бьющимися сердцами, напрягая слух. От темной мрачной громады дома донеслись сквозь ночную тишину скорбные, жалостные звуки, всхлипывания чем-то испуганной женщины. — Это миссис Бёрстон, — сказал Шерлок. — В доме только одна женщина. Подождите здесь, я сейчас вернусь. Он подошел к двери и постучал своим особенным стуком. Его опустила высокая пожилая женщина при виде его, всплеснувшая от радости руками. — О, мистер Тадеуш, я так рад, что вы пришли, так рада, так рада! Услыхали мы ее причитание, затем дверь затворилась, и голос ее замер в глубине дома. Тадеуш Шолто оставил нам фонарь. Холмс медленно посветил фонарем по сторонам, затем пристально посмотрел на дом и на большие кучи земли, загромождавшие двор. Мы с мисс Морстон стояли совсем близко, и ее рука была в моей. Удивительная, непостижимая вещь, любовь. Вот мы стоим тут двое, мы никогда не встречались до этого дня, никогда не сказали друг другу ни одного ласкового слова, не смотрели ласково друг на друга, и вот сейчас, в минуту опасности, наши руки инстинктивно потянулись одна к другой. Я потом часто вспоминал с удивлением об этой минуте, но тогда мне все казалось естественным, и она потом часто говорила мне, что сразу же потянулась ко мне, уверенная, что найдет во мне утешение и защиту. Так мы стояли вдвоем перед этим странным мрачным домом, держась за руки, как дети, и наши сердца вдруг объял покой. — Какое странное место! — проговорила мисс Морстон, оглядываясь. — Похоже, что над этим парком трудились все кроты Англии. Мне довелось видеть нечто подобное под Абалар-этом, но там весь холм был перекопанный и срыт золотоискателями. — И здесь трудились золотоискатели, — заметил Холмс, — вернее, искатели кладов. Не забывайте, хозяева этого дома шесть лет искали сокровища. Ничего удивительного, что парк похож на золотой приск. В этот миг входная дверь распахнулась, и протянутыми вперед руками из дому выбежал Тадео Шолта. В глазах его стоял ужас. — С Порталомью что-то случилось! — воскликнул он. — Я так боюсь! Нервы мои не выдерживают! Он действительно чуть не захлебывался слезами, и его дергающееся бледное лицо, выступавшее из каракулевого родника, имело беспомощное, умоляющее выражение до смерти перепуганного ребенка. — Идемте в дом! — решительно проговорил Холмс. — Да, идемте! — умоляюще пролепетал Тадео Шолта. — Я, правда, совсем уже не понимаю, что теперь делать! Мы последовали за ним в комнату экономки, которая находилась по левую руку от входа. В ней взад и вперед металась испуганная женщина, нервно теребя пальцы, но появление мисс Морстон подействовало на нее успокаивающе. — Господь благословит вас! — воскликнула она, подавляя рыдание. — Какое кроткое и доброе у вас лицо! Я гляжу на вас, и мне становится легче! — Что я вынесла за этот день? Мисс Морстон, погладив худую, загрубевшую отработую руку экономки, сказала ей несколько ласковых, утешительных слов с чисто женским участием. И бледные, бескровные щеки пожилой женщины слегка порозовели. — Хозяин заперся у себя и не отвечает на стук! — объяснила она. — Я целый день ждала, когда он позовет меня. Но вообще-то он любит оставаться один. Час назад я начала тревожиться. Уж не случилось ли чего? Поделась наверх и заглянула в замочную скважину. — Вы должны сами подняться туда, мистер Тадеуш, и посмотреть. Десять лет я живу в этом доме. Я видела мистера Бартоломью и в горе, и в радости. Но такого лица я не видала у него никогда! Шерлок Холмс взял лампу и пошел наверх первый. Так как у Тадеуша от страха зуб на зуб не попадал. Колени у него подгибались, и я взял его под руку, чтобы он смог подняться по лестнице. Дважды, пока мы шли наверх, Холмс вынимал из кармана лупу и тщательно разглядывал какие-то темные пятна на циновке из кокосового волокна, которые показались мне простой пылью. Он двигался очень медленно. Лампу нес низко и бросал влево и вправо цепки взгляды. Мисс Морстон осталась внизу с перепуганной экономкой. Третий пролет вывел нас в длинный прямой коридор, на правой стене которого висела ручной работа индийский ковер. Слева выходили три двери. Холмс медленно пошел вперед, тщательно осматривая все на ходу. Мы шли за ним по пятам и за нами двигались вдоль коридора нашей длинной черной тени. «Нам нужна была третья дверь». Холмс постучал, не получив ответа, попытался повернуть ручку и нажал на нее. Дверь оказалась запертой изнутри. Холмс поднес лампу к самому замку. И мы увидели, что язык замка широкий и очень прочный. Ключ, однако, был повернут, и в скважине оставалась щелка. Шерл Холмс наклонился к ней и тут же резко отпрянул. «Что-то в этом есть дьявольское, Уотсон», – прошептал он. «Я никогда раньше не видел его таким стревоженным». «Что вы об этом думаете?» Я нагнулся к скважине и содрогнулся от ужаса. В окно лился лунный свет, наполняя комнату слабым, сыпким сиянием. Прямо на меня смотрело, как бы висевшее в воздухе, так как все под ним было в тени. «Лицо нашего спутника Тадеуша. Та же высокая блестящая лысина, та же рыжая бахрома вокруг – тоже бескромное лицо. Только черты его лица застыли в ушастой улыбке, напряженной и неестественной, которая в этой спокойной, залитой лунным светом комнате производила более страшные впечатления, чем гримаса боли или страха. Лицо было так похоже на лицо нашего крошечного приятеля, что я оглянулся, чтобы убедиться, что он здесь, рядом со мной. «Они ведь с братом-близнецы», – вспомнил я. «Какой ужас!» «Что теперь делать?» – сказал я Шерлоку Холмсу. «Нужно высадить дверь», – ответил он и, навалившись на нее всем телом, попытался сломать замок. Дверь трещала и скрипела, но не поддавалась. Когда мы с силой навалились вдвоем, замок щелкнул, дверь распахнулась, и мы очутились в кабинете Барталамью Шолта. Кабинет был оборудован под химическую лабораторию. На полке, висевшей на стене, против двери стояли два ряда бутылей и пузырьков со стеклянными притертыми пробками. Стол был уставлен бунзеновскими горелками, пробирками, колбами. По углам на полу стояли большие бутыли, в корзинах, в которых держат кислоту. Одна из них, по-видимому, треснула или раскололась, так как из-под нее вытекла струйка какой-то темной жидкости, и комнату наполнял тяжелый сладковатый запах, похожий на запах дегтя. В одном углу комнаты стояла стремянка. Пол у ее основания был усыпан штукатуркой и дранкой, а верх упирался в потолок рядом с отверстием, достаточно большим, чтобы в него мог пролезть человек. На полу рядом с лестницей был брошен моток толстой веревки. Возле стола в деревянном кресле сидел в поникшей позе хозяин дома, наклонив голову к левому плечу и улыбаясь этой ужасной, непостижимой улыбкой. Он был холодный и уже окоченел. Он был мертв, по-видимому, уже несколько часов. Не обратил внимания, что не только его лицо было искажено гримасой, но руки и ноги были вывернуты и скрючены самым невероятным образом. В столе рядом с его рукой лежало странное орудие – коричневая тонкая трость с каменным наконечником в виде молотка, грубо привязанным веревкой. Рядом с ней лежал вырванный из блокнота листок бумаги, на котором было нацарапано несколько слов. Колумс склянул на него и протянул мне. «Видите?» – многозначительно подняв брови, – сказал он. «В свете фонаря я прочитал, содрогнувшись от ужаса, знак четырех». «Во имя всего святого, что все это значит?» «Это значит, что здесь было совершено убийство», – сказал Холмс, наклоняясь к окоченевшему трупу несчастного Барталомья Шолта. «А, я так и ожидал. Смотрите!» И он указал на вонзившийся в кожу над ухом тонкий длинный темный шип. «Походит на шип от какого-то растения?» – заметил я. «Это и есть шип. Можете вынуть его. Только осторожно, он отравлен». Осторожно, двумя пальцами я вынул шип. Он поддался очень легко, не оставив на коже почти никакого следа. Место прокола обозначалось только маленьким пятнышком засохшей крови. «Для меня все это непостижимая тайна», – признался я. «И чем дальше, тем загадочнее она становится». «Для меня наоборот», – ответил Холмс. «Дело с каждой минутой проясняется. Недостает только нескольких звеньев, чтобы восстановить ход событий. Мы почти забыли о присутствии нашего спутника, попав в эту комнату. Он все еще стоял в дверях, ломая руки и издавая время от времени сдавленные стоны. Фигура его была олицетворением отчаяния. Вдруг из его груди вырвался безумный, полный отчаяния вопль. «Сокровище счастлив!» – вопил он. «Они ограбили его! Видите, вон ту дыру! Мы вытащили ларец оттуда! Я помогал ему! Я последний, кто видел его живым! Я ушел отсюда вчера вечером и слышал, как спускался по лестнице, как он запирал за мной дверь!» «В котором часу это было?» «В десять часов! А вот он мертв! Сюда позовут полицию! Подозрение пойдет на меня! Да, я уверен, что так и будет! Но вы не считаете меня виновным, господа! Вы, конечно, не можете думать, что это сделал я! Разве бы я привез вас сюда, если бы это я? О, господи! О, господи! Нет, я сойду с ума!» Он ломал руки, топал ногами, его трясло, как в лихорадке. «Вам нечего бояться, мистер Шолтон!» – сказал Холмс, успокаивающе похлопывая его по плечу. «Послушайтесь меня и поезжайте в полицейский участок. Надо сообщить о случившемся, обещать оказать им всевозможную помощь, а мы вас здесь подождем!» Человечек повиновался, все еще полностью не придя в себя. И мы услышали, как он, спотыкаясь в темноте, спускается по лестнице. Субтитры создавал DimaTorzok